Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Сегодня 29 мая. Эфир канала РЕН-ТВ продолжает новости «Анапа-регион». В студии Ирина Меркуриева. Здравствуйте. Итак, смотрите, в ближайшее время у хорошего хозяина все вовремя. Анапа готовится к летнему сезону. Небо, птицы, самолет. Сегодня Боинг-компания «ЮТЕЙР» совершил в аэропорту Анапа аварийную посадку. Транспортные перевозки отныне будут контролировать жестче. Об этих и других событиях подробнее. Самолеты и птицы не разминулись в небе. Утром 29 мая в 7 часов 32 минуты Боинг-737 авиакомпания «ЮТЕЙР» совершил аварийную посадку в международном аэропорту «Анапа». При наборе высоты самолет, выполнявший рейс «Анапа-Москва», столкнулся со стаей птиц. В результате происшествия лобовое стекло авиалайнера треснуло. Левый двигатель поврежден и деформирован. Весь день в аэропорту работали специальные комиссии ПЧС «Анапа», «Краснодара» и «Ростов-на-Дону». Боинг-737 запросил аварийную посадку в штатном режиме спустя 12 минут после взлета. На борту самолета находились 40 пассажиров и группа экипажа. Пострадавших нет. Представители авиакомпании «ЮТЕЙР» организовали для пассажиров обед и отправили специальным автобусом авиакомпании в аэропорт Геленджика. В этот же день в 14 часов 25 минут все 40 пассажиров вылетели в Москву. И к другим темам. В поселке Витязево прошло заседание Совета Атаманов Таманского отдела Кубанского казачьего войска. Одним из главных вопросов повестки дня стала незаконная трудовая миграция. Напомним, что глава города Сергей Сергеев поставил перед всеми службами конкретную задачу – навести порядок в этой сфере. По официальным данным на сегодняшний день зарегистрировано 5200 мигрантов, имеющих патент на работу в Анапском и Темрюкском районах, а неофициально прибывающих в два раза больше. На Совете казаки обсуждали вынесенный проект решения о запрете выдачи патентов иностранным гражданам на работу в Таманском отделе Кубанского казачьего войска. Еще одно предложение казаков – депортировать на родину незаконных гастарбайтеров, поскольку некоторые мигранты – таджики, узбеки, туркмены, незаконно живущие на Кубанской земле, ведут бесконтрольный образ жизни, вследствие чего значительно возросло количество правонарушений, совершаемых гостями Кубанской земли. По словам эксперта ФМС России по Краснодарскому краю Михаила Боброва, на криминогенную обстановку на Кубане повлияла именно выдача трудовых патентов мигрантам. Люди не проходят медицинский осмотр, как в случае срешения на работу, поэтому болезни нам везут сюда и прочее, прочее, прочее. Люди имеют право находиться здесь неограниченно по времени. Они имеют право передвигаться по всей территории Краснодарского края, поэтому сегодня он в Сочи, завтра он в Анапе, после завтра он в Кореновске, еще где-то. То есть очень трудно за ними отслеживать. Да, вот эта патентная система и внесла всю эту сумятицу. Предложенный проект решения казаки хотят представить атаману кубанского казачьего войска и председателю законодательного собрания Краснодарского края. А в Анапе продолжаются ежедневные рейды администрации, полиции, миграционной службы и казаков, которые уже показали свою действенность. Составлены десятки административных протоколов и уже депортируются на родину гастарбайтеры, грубо нарушившие законы Российской Федерации. В продолжение темы рейдов. В начале июня в Анапе ограничат движение грузового транспорта. Наряды сотрудников дорожной полиции уже усилили. Введены особые распоряжения по пресечению нарушений правил перевозки тяжеловесных грузов. Работу проведут на всех федеральных дорогах. Вечером 28 мая и в ночь на 29-е руководство Главного управления МВД и сотрудники ОМОН провели спецоперацию «Курорт-2013». С подробностями Вадим Родин. Для миллионов туристов отдых на курорте – самое веселое и беззаботное время. А вот для сотрудников силовых ведомств – это горячая пора. Кроме туристов, каждый год черноморские курорты принимают и жуликов, и, конечно, тех, кто их ловит. Сезон 2013 года не стал исключением. В распоряжении органов внутренних дел Азово-Черноморского побережья края откомандировано свыше 700 полицейских, многие из которых из других регионов страны. В Анапе был проведен ряд рейдовых мероприятий, направленных на усиление борьбы с нарушениями в сфере соблюдения правил дорожного движения, выявления лиц в розыске и поддержания общественного порядка в период подготовки и проведения курортного сезона. В ходе совместной операции Анапского отдела полиции, спецроты ДПС и ОМОНа составлено более 20 протоколов, один из которых – за вождение в состоянии алкогольного опьянения, изъято 5 водительских удостоверений и 3 государственных регистрационных знака. В случае управления арка без одного регистрационного знака, значит, санкция идет либо штраф 5 тысяч рублей, либо лишение права управления от месяца на трех. Вот так вот, да. Поэтому ездить вам нельзя делать. Кроме этого глубокой ночью для выявления лиц, находящихся в розыске и поддержания общественного порядка, были проверены посетители ряда ночных клубов и кафе, расположенных на центральной набережной курорта. В операции приняли участие 25 сотрудников полиции, 8 сотрудников ОМОНа и 4 экипажа спецроты ДПС. Такие операции будут и дальше проводиться во всех приморских городах. Вадим Родин, Роман Карпов, Анапа-регион. И к другим темам. Город готовится к открытию курортного сезона. Службы наводят последний лоск. Асфальтируется улица, идет покраска дорожных бордюров, высаживаются цветы и разбиваются газоны. Новеньким асфальтом уже покрыли главную улицу курорта – Крымскую. Идут работы по Красноармейской. На оживленных улицах Шевченко и Самбурово красят бордюры. Обновляют черно-белое покрытие и по улице Ленина. Две трети работы уже выполнено. Вооружившись щетками и банками с краской под девизом «Анапа – благоустроенный город» на работу вышли сотрудники ЖКХ, студенты и работники предприятий, радеющие за свой город. На улицу Астраханскую завозят чернозем для газонов. Уже совсем скоро свежая летняя травка вырастет возле каждого двора. Улицы становятся еще более привлекательные, еще красочнее, даже светлее. Проводятся работы не только по этим разметкам. Значит, ведутся работы точно так же. Это и по асфальтированию улиц города. Это Крымская, Красноармейская. Ведутся большие работы сейчас на набережной. В ближайшие дни в курортной части «Анапы» дополнительно установят десятки скамеек и урн. Внести изменения в муниципальный устав. В администрацию города-курорта прошли публичные слушания по проекту решения Совета муниципального образования «Анапы». В организационный комитет по проведению публичных слушаний поступило три предложения о внесении изменений в устав, которые продиктованы изменениями в федеральном законодательстве. Заключение дала эксперт, председатель комитета по правовым вопросам Совета депутатов Елена Некрасова. Слова «хутор-бужор» заменить словами «село-бужор». Утверждение, схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемых в соответствии с федеральным законом о рекламе. Контроль в сфере размещения муниципального заказа осуществляет Совет муниципального образования города Плот-Анаб. Ключевым изменением в устав является создание контрольно-счетной палаты как постоянно действующего органа внешнего муниципального финансового контроля. Итогом публичных слушаний стало решение принять поступившие предложения для внесения изменений в устав и рекомендовать рассмотреть на сессии Совета муниципального образования опубликованный для обсуждения проект решения с учетом предложений, принятых в ходе слушаний. И к новостям культуры. В археологическом музее Гаргипи открылась выставка художницы из Германии. Работы Людмилы Бальцер уже успели оценить любители живописи в России, Австрии и Испании. Сюжеты картин посвящены Анапе, красивым уголкам Кубани и святым православным местам. На выставке побывала и наш корреспондент Светлана Авилова. Цветущие луга, колышущиеся ветром травы, деревенские углочки, вздымающийся ввысь берег Анапы. Место паломничества – пустынь Феодосия Кавказского. Для художницы из Германии Людмилы Бальцер эти места стали не только красивыми, а близкими сердцем. Глядя на них, сразу понимаешь – все работы, выполненные масляными красками, посвящены красоте благодатного края – Кубани. Свою выставку Людмила назвала «Лето здравствуй». Бальцер – автор более трехсот полотен. Это пейзажи, натюрморты, портреты, философские циклы в технике масла, масляные пастери. Персональные выставки работ художницы прошли в галереях Альденбурга, Бремена, Зальцбурга. Ее картины находятся во многих частных коллекциях Европы и России. Писать картины начала, когда исполнилось 40 лет. До этого занималась семьей и домом. После клинической смерти решила построить жизнь по-новому. И всецело отдаться искусству, признается Людмила. Первые 17 работ моих, которые я написала, сразу я выставила в своем городе, где я жила. И так потихоньку меня приглашали. Дальше, дальше я поняла, что я на правильном пути. Профессионального художественного образования не имеет. Говорит, все, чего достигла, это только за счет собственного желания и самообразования. Диплом у меня библиотечный. Там немножко нас учили шрифтом писать, больше ничего. Рисовать нас не учили. В течение нескольких лет изучала различные техники рисования, читала о жизни знаменитых художников, посещала известные выставки во многих странах мира. Поскольку наставника у нее не было, своим учителем для себя определила Винсента Ван Гога. Его живопись мне близка. Я очень прониклась его жизнью, его судьбой. Он писал всего 9 лет, но создал такое количество картин пронзительных, которые перевернули вообще всякое представление о том, как накладывать краски, о школе живописи в то время. Мне это было очень близко. В археологическом музее Горгипе выставка будет работать до 30 июня, а далее полотна разместят в Краевеческом музее Анапы. Так что у анапчан и гостей курорта будет прекрасная возможность познакомиться с творчеством Людмилы Бальцер в течение всего лета. Светлана Айлова, Андрей Стародубцев, Вадим Родин, Анапа-регион. Далее к новостям спорта. С 25 по 31 мая для старшеклассников города-курорта проводят ежегодные учебные сборы на базе воинских частей Анапского района. Учебная стрельба из автомата Калашникова – один из самых важных этапов сборов. Мы побывали на полигоне под Раевкой. О том, как проходит учение, расскажет Лариса Басова. Ребята, разбиты на отряды, получают подробный инструктаж, магазин с девятью патронами и допуск к стрельбам. Баллы за попадание в мишень не выставляются, но все-таки каждый стремится попасть в предполагаемого противника. Для многих это первый опыт стрельбы из автомата. К стрельбам допущены не только юноши призывного возраста, но и девушки, которые выбрали вуз военной направленности. Из автомата я стреляю первый раз в жизни, а до этого, конечно, я демокировалась. Такие ощущения, которые не передать, потому что каждый в жизни желал бы пострелять с автомата Калашникова, который является гордостью нашей страны. В сборах участвуют все школы города-курорта. Лучшую подготовку традиционно показывают кадеты морского пограничного лицея, старшеклассники гимназии Еврика. А вот школа номер 14 ГК «Отзора» даже установила крепкие шефские связи со многими воинскими частями вблизи своего округа. Все это ребятам нравится, это навык для бойца, который будет служить. Стрельбы – самый важный этап учебных военных сборов. Но впереди у ребят еще много интересных познавательных этапов. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. Внимание, анапчан! Центры занятости населения города Анапа приглашают подростков от 14 до 18 лет и работодателей на ярмарку вакансий для несовершеннолетних граждан. Ярмарка пройдет 31 мая в 11 часов в центре занятости по адресу город Анапа, улица Калинина, 12А. Информацию уточняйте по телефону 402-38. И в завершении выпуска прогноз погоды на завтрашний день. В четверг 30 мая в Анапе будет по-прежнему тепло и солнечно. Температура воздуха днем 22-24 выше нуля, ночью до 19 градусов по Цельсию. Ветер переменный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 753 миллиметра ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте плюс 21. Далее блок полезной информации от партнера программы производственного предприятия «Меркурий-2». Эти и другие новости вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300.